Барнаульский артист В эфире наши новости в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Снимать и фотографировать в зале запретили. Сегодня в Барнауле прошло второе заседание по резонансному делу об автомобильной аварии со смертельным исходом. В октябре прошлого года Александр Руденко на своем внедорожнике протаранил легковой автомобиль, в котором находились пять человек. В результате столкновения трое из них погибли, в том числе двое детей. На первом заседании Руденко свою вину не признал. Чем завершилась сегодняшняя, знает Андрей Дреер. В здании Центрального районного суда только что закончилось второе заседание по делу Александра Руденко. Суд выслушал показания четырех новых свидетелей. Это сотрудник ГИБДД, два очевидца происшествия и гражданская жена самого обвиняемого Наталья Руденко. Журналистов в зал судебного заседания пустили, операторов нет. Но поэтому у нас была возможность послушать, что там говорили. Допрошенные очевидцы ДТП подтвердили, что автомобиль БМВ в октябре дважды проехал на красный сигнал светофора со скоростью выше 100 км в час. Показания и приведенные доказательства подтвердили, что перед аварией Руденко и его гражданская жена выпивали в ресторане. Один из очевидцев происшествия рассказал суду, что Руденко, цитата, закусился с ехавшим рядом с Субару. Это, как выяснилось, означает, что, возможно, обвиняемый пытался устроить состязание в скорости с другими участниками движения. Гражданская жена Руденко, которая во время аварии сидела на пассажирском месте БМВ, на процессе принесла извинения пострадавшим. Мы искренне раскаиваемся в том, что мы сделали. Я понимаю, что нет нам прощения. Простите ради Бога. Мы молимся о вас и будем продолжать молиться. На этом процессе заявили еще один гражданский иск от отца Сергея Федько, водителя пострадавшего автомобиля. У него в аварии погибла дочь, сам он наполовину парализован. Общая сумма иска 8 миллионов рублей. Напоминаю, что на первом заседании уже было заявлено 4 иска на общую сумму 43 миллиона рублей. Психиатрическая экспертиза заключила Александра Руденко полностью вменяем. Основываясь в том числе и на этом факте, суд постановил продлить заключение еще на полгода. Следующее заседание уже 9 апреля. Андрей Дривер, Николай Шилко. Наши новости. Многолюдно было сегодня и в другом месте. Краевой столице около десятка барнаульцев вышли на пикет у здания управления Алтая охранкультуры. Главное требование к краевым чиновникам быстрее внести комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова в список объектов культурного наследия. В чем ценность здания, которые стремятся сохранить, активисты выяснил Илья Кочетков. Эту усадьбу нужно сохранить. С этим и другими лозунгами около десятка барнаульцев вышли сегодня под окна Алтая охранкультуры. Где-то там сейчас заявление, касающееся усадьбы купца Михайлова. Наше основное требование это сохранить вот это здание и провести в отношении него экспертизу. И как можно быстрее внести его в список пока выявленных объектов, что отнесет его к временной охране. А потом уже после проведения экспертизы станет известно, внесут ли его в постоянный список или откажут. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы его внесли в постоянный список, то есть навсегда. К чему же такая спешка? А все потому, что здание уже начали разбирать. Напомним, на этом месте в будущем предполагается возвести новое восьмиэтажное строение краевой прокуратуры. В то же время в сети появились мнения, а может и не стоит сохранять эту ничего не значащую старину. Народ напрочума лишился. Какой-то барак от сноса защищать. В чем его историческая ценность? Еще один бомжатник, который давно пора снести. Но многие краеведы отвечают. Тот самый бомжатник – это образец усадьбы начала прошлого века. А редкие деревянные украшения под кровлей и вовсе уникальны. Своё мнение на этот счёт высказал и архитектор Александр Деринг. Он уверен, усадьба сама по себе может быть и не шедевр. Но она, по сути, определяет границу того самого исторического центра Барнаула, о котором много говорят. Может быть, это как раз последняя линия, которую нам стоило бы сохранять. Вот здесь границу её провести. Там могут быть ещё отдельные какие-то памятники. Но, собственно, вот это здание, оно как раз своей историей и появлением, и присутствием говорит о том, что вот здесь как раз закончился тот период дореволюционный. Это архитектура Барнаула. Потом всё, там пошло 1917 год. Краеведы и общественники в один голос почти говорят. У нас не так много старинных зданий осталось, чтобы ими разбрасываться. И в качестве примера того, как можно поступать, приводят вот этот особняк на Пролетарской. Это не памятник официально, но застройщик решил его не сносить, а вписать в современный жилой комплекс. По закону Алтай Хронкультура имеет право рассматривать заявку от активных горожан почти до конца апреля. Тем временем они сами планируют обратиться к руководству края, чтобы спасти усадьбу, а заодно обратить внимание на проблему сохранения памятников старины в целом. Впрочем, рабочие тоже не теряют времени даром. Пока активисты протестуют, разбор усадьбы ускорился. По нашим наблюдениям, увеличилось не только количество людей, но и скорость работы. Они так торопятся, что даже не удосужились поставить защитное ограждение, чтобы уберечь прохожих от возможных обломков. Илья Кочетков, Александр Антропов, Николай Шилко. Наши новости. А тем временем депутаты края начали борьбу с заказными маршрутами. Сегодня парламентарии приняли сразу в двух чтениях закон о транспорте. Он расширит перечень остановок, официально разрешит те, где раньше водители тормозили, исключительно из-за крупных развязок. Анастасия Дороган присутствовала на заседании местного парламента и расскажет, что еще сегодня попало в поле зрения депутатов. Транспортная сфера края в ближайшее время может измениться. Заказные маршруты, например, в Новосибирский аэропорт, которые больше трех раз в месяц отправляются в путь с одного и того же места, теперь обязаны иметь разрешение. Так депутаты выводят с рынка недобросовестных перевозчиков. Кроме того, они расширили реестр остановок автобусов дальнего следования. Внутри муниципальный транспорт колоссально сократился за последние годы. Это в том числе даст возможность и в промежуточных пунктах садиться и доезжать. За чей счет будут строить остановки и карманы к ним, разработчики пока не ответили. Другой денежный вопрос – муниципальные бюджеты. Их предлагают отдать под контроль счетные палаты края, чтобы документы подавались в срок, а деньги тратились правильно. Не совсем дорожные фонды у нас эффективно используются, муниципальные. Есть вопросы по использованию топлива, и другие есть там вопросы по работе в сфере ЖКХ. В закон о предоставлении жилья детям-сиротам внесли очередные поправки. В случае смерти нанимателя числа детей, лиц оставшихся без попечения родителей, жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда и заключается договор социального найма с детьми, супругом умершего. Фактически депутаты разрешили родственникам умершего сироты претендовать на проживание в его квартире. Пока же на Алтае в подобных случаях семьи остаются без права на дом. Депутаты законодательно закрепили за собой еще одно право. При приватизации госимущества законотворцев не просто повестят, но и учтут их мнение. Изменения в план приватизации должны согласовываться с депутатами и свои замечания и предложения направляться. Вот эта вот традиция, которая сложилась, она в закон вошла. Кроме того, депутаты проголосовали о досрочном прекращении полномочий Александра Гукова, который скончался 8 марта. В мае будут объявлены выборы нового депутата КЗС от 2 округа, в который входят Табунский, Кулундинский, Ключевский и Михайловские районы. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. Ну и еще немного о законопроектах. Какие социальные необходимо принять, чтобы выполнить февральское послание президента. У регионального отделения партии «Справедливая Россия» есть несколько предложений. Ими они поделились на встрече с журналистами. Нам нужно начать в нашей стране, на нашей земле, выполнять те задачи, в том числе и в законодательном поле, которые перед нами ставят. Среди таких задач, к примеру, решение проблем здравоохранения. «Справедливая Россия» предлагали оказывать помощь от государства, если на лекарства семья тратит более 10% от своего дохода. Другое предложение также озвучено партией. Повышение минимального размера оплаты труда до 17 тысяч рублей. И подобных инициатив – десятки. Эти законопроекты, по большому счету, отражали те тезисы, которые были озвучены президентом в послании Федеральному собранию 20 февраля. Самая проблемная, самая острая тема прошлого года – это пенсионная реформа. «Справедливая Россия» предложила свой альтернативный проект пенсионной реформы. В частности, в нем предусматривался категорический запрет на повышение пенсионного возраста. К сожалению, по их словам, инициативы «Справедливой России» и Госдумы приняты не были. Но многие законопроекты со временем возвращаются к жизни и принимаются, правда, уже как проекты федеральные. Так или иначе, большая часть из того, что «Справедливая Россия» предлагали, работает. А те законопроекты, что пока не приняты, уверены представители партии, просто ждут своего времени. Она тоже ждет, когда ей удастся реализовать свои новые планы на жизнь. Барнаульская учительница, которой пришлось уволиться из школы за фото в мини-платье, планирует рассмотреть предложение министра образования края Максима Костенко по ее самореализации. Напомним, больше месяца назад Татьяна Кувшинникова выложила фото в вечернем платье в социальную сеть. За это ее чуть не уволили. Правда, через пару недель она сама ушла из школы. Почему и на что сейчас живет скромная учительница из Барнаула, узнавала Валентина Аскерова. Все, кто был вызван сегодня, получат единицы. Как не ответивший урок. Очки, деловой костюм с белым воротничком и строгий взгляд. Учитель математики Мария Васильевна из киноленты «Розыгрыш» воплощает образ педагога, к которому все привыкли. И не дай бог сломать стереотип, надеть вечернее платье, да еще и сфотографироваться в нем, как, кстати, сделала спустя 40 лет после выхода советской ленты барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова. Она разместила это фото в соцсетях. Многие сочли платье чересчур откровенным. Родители учеников пожаловались директору школы, где работала Татьяна. Диалог закончился тем, что мне было предложено написать заявление по собственному желанию. И я была, конечно, в таком шоковом состоянии. На следующий день родители подписи собрали, чтобы меня оставили. На следующий день мне разрешили остаться, доработать год. Но девушка не стала ждать. И все-таки ушла из школы сама по собственному желанию. Говорит, сильно некомфортная обстановка сложилась. И проверки начались на уроках. До этого не было за полгода ни разу проверки ни одной. Ну, как бы, никто не сидел у меня на уроках. Кстати, та фотография была сделана в честь открытия зимней универсиады в Красноярске. Девушка уже два года состоит в Федерации зимнего плавания, белые медведи и пропагандирует спорт. С помощью тех же фотографий, которые до сих пор, несмотря на все пересуды, украшают ее страницу. Я ее с аватарки потом убрала, а так не стала удалять. Ну, это означало бы признать какую-то свою вину в чем-то. А я не вижу здесь вины. Правда, с этим не согласны в Комитете по образованию города. По их словам, учителей существует как внутренний профессиональный кодекс, так и документально закрепленный, где прописаны правила поведения педагога. И фото в коротком платье этот самый кодекс нарушают. Не фотографии должны пропагандировать здоровый образ жизни, а немножко другая ситуация. Но, может быть, можно было взять и на тренировку этих детей. Это был бы совершенно иной фактор. Она приходит сама. Помимо всего прочего, она еще привела с собой ребятишек, то есть своих учеников. Приходили не просто вот, что пришли, посмотрели, а детки у нее, ну, наверное, класс пятый или шестой, как такого возраста. Они очень, значит, заинтересовались. И сейчас активно занимается человек шесть. Пропагандируя здоровый образ жизни, Татьяна осталась без работы. Ее супруг, кстати, тоже сейчас в поисках заработка. Они воспитывают сына, семья живет более чем скромно. Кстати, на днях стало известно, что без работы Татьяна точно не останется. Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал помочь девушке с работой. Татьяна рассмотрит предложение, но пока мечтает совсем о другом. Открыть свою художественную школу для детей. Ведь по дополнительному образованию она еще и художник. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. Ну, сегодня не день художника, хотя и они могут быть причастны к этому празднику. Сегодня его отмечают театралы всей планеты. В Барнауле ко дню театра тоже готовились. Запланированы премьеры спектакля «Самоубийца» в театре драмы. Артисты молодежного подготовили концертную программу «И день открытых дверей». А наш корреспондент Дарья Эйды Миллер встретилась с теми, кто служит в Мельпомине уже не первый год. Сегодня по всему миру празднует День театра. Этот профессиональный праздник учредили в 1961 году девятым конгрессом Международного института театра. В честь этого события мы встретились с барнаульскими артистами, чтобы узнать, что для них значит театр. Я учился в политехе, почти закончил, но все через сопротивление. Я работал на заводах и вот однажды нелегкая судьба, так сказать, случайно занесла меня в театр. И все пошло. Я понял, что вот здесь мой дом. Это и боль, и счастье, и жизнь, и радость. Знаете, это своего рода больница, где меня лечат, и я лечу. Театр для меня – это моя жизнь, это моя любимая работа, и без нее я уже не могу, это точно. Я не хочу больше ничем заниматься, я хочу заниматься только этим. Я люблю театр. Театр – это украшение, театр – это праздник. Если это слезы, то это очистительные слезы, которые потом помогают нам дальше жить. Театр – это наш дом. Все. Вот радость в доме, значит радость. Ну что-то плохо. Плохо мы вообще откидываем. Ну нельзя. В театре что-то плохое. Вот нойте, нойте, идите вон там, понойте, понойте. Нельзя в атмосферу театра. Это праздник. Это всегда праздник. День театра – это прежде всего праздник для наших зрителей. Потому что не зритель для нас создан, а мы для зрителя. Традиционно всемирный праздник театралов проходит под девизом театра как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. В Барнауле четыре профессиональных театра. Ежегодно они готовят специальные программы, ставят новые спектакли. Словом, готовятся поздравлять своих зрителей, без которых театр бы и не состоялся. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края ясно. В Белокурихе до 4 выше 0, в Бийске до 5, в Барнаульске до 7. В Барнауле малооблачно, ветер восточный слабый, но чудо плюс 1, днем до 7 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.